Нет ни одного человека, кто бы в канун Дня Учителя не вспомнил своих лучших педагогов, которые из первого класса наставляли, поучали, воспитывали и давали знания. Учителем быть почетно. На селе он всегда считался самым грамотным, мудрым и знающим человеком. К нему всегда обращались за советом и помощью. В Платоновском Доме культуры поздравляли лучших представителей профессии. Многие учителя района – призеры муниципальных и региональных конкурсов, победители и лауреаты. В их праздник отмечали важность профессии, вспоминали первых педагогов и желали только самого лучшего в их нелегкой работе. Все мы помним, как пошли в первый класс. Я думаю, все помнят своего первого учителя, потому что основные моменты при получении образования человек получает в начальных классах. И потом дальше уже он получает дальнейшее образование, заканчивает учебное заведение более высокого уровня. Но основное в нем заложено учителем в начальных классах. Я благодарен вам за то, что вы вкладываете душу в своих шучейков. Я благодарен вам за то, что вы у нас на районе теплокие показатели образования. Я благодарен вам за то, что вы содержите в школе такого более нормального состояния, территории. Позвольте пожелать вам еще раз всем здоровья, больших творческих успехов и всего самого-самого доброго. В этот день отметили педагогов, которые стали золотым фондом учительства Рассказовского района и ушли на заслуженный отдых. Среди них учитель русского языка и литературы Нина Васильевна Рукина. Более 40 лет она проработала в Зеленовской школе. Сначала учителем начальных классов, а затем учила родному языку и литературе старшеклассников. Заслуженный учитель, почетный житель Рассказовского района, всегда гордилась и любила свою профессию. Мы, люди, были счастливы в своей профессии, потому что она нам доставляла радость. Цветы, песни и подарки в этот день для учителей. Они воспитали и выучили не одно поколение достойных, известных и талантливых людей, которые и по сей день являются гордостью Рассказовского района.